Брызги дождя, слякоть и ветер – не помеха здоровому образу жизни. 20 смельчаков решили за час покорить сложные подъемы и виражи, ведущие к Глубочинскому пруду. Последний спуск и финиш. Несмотря на капризы погоды, все остались довольны. Смех, шутки и хорошее настроение – лучшее тому доказательство. В мероприятии первый раз, конечно, в таком участвую массовом. Но на велосипеде не первый раз. С детства сегодня ехали, вспоминали, когда нашим первым велосипедом был салют за 100 рублей. Я до сих пор помню место, где мне его мама купила и как мы его везли на электричке. А сегодня настроение хорошее, несмотря на такую пасмурную погоду. Вот слышал, сегодня здесь говорили о некой традиции. Я думаю, это абсолютно правильно. Не важно, на автомобилях будет это мото, вело, еще какое угодно, пешая прогулка. Но когда она совмещается с чем-то полезным, это становится, как говорят, приобретает эффект синергии. Поэтому всем от этого только лучше. Павел Кирюшкин – единственный из участников, кто за рулем двухколесного транспорта уже несколько лет. Павел на своем велосипеде объехал всю Европу. Исследовал новые трассы, покорял горные склоны и всегда, вдали от дома, вспоминал родной Полевской, где каждый дорожный поворот, каждая ухабина, знакомый ему с детства. Маршрут сам довольно легкий, потому что все же в Европах мы лазили по таким горям, когда приходилось просто с велика слазить и пешком заходить в подъемы. Было такое. Надо таких людей поддерживать и выращивать. Раз в месяц это запланировать. Я думаю, с каждым разом все народу будет больше собираться. Вон вы уже обеспечены. А я помню времена, когда первый байк вот такой я из Ревды Полевской притащил. А теперь вы уже вон как экипированы, вон какие красавцы. На финише участники велопробега совместили приятное с полезным и устроили субботник в прибрежной зоне. За летний период здесь скопилось много мусора, поэтому потрудиться было над чем. Оперативно и организованно за считанные минуты берег был прибран. Инициатива от нашего директора ООО «Технологии» Трутнева Андрея Вячеславовича. Это он организовал вот это мероприятие. Вот именно по субботнику. Речь идет о субботнике прежде всего. Потому что здесь, это считай, начинается система водоемов Северского трубного завода. Это самый первый водоем из всех пяти. Сюда приезжают люди. В том числе здесь проводятся различные мероприятия. Здесь проводятся тренировки, здесь лесная сказка, пионерский лагерь. И приходя сюда, видим в каком состоянии берег вот этого чистейшего водоема нашего города. Решили убрать его территорию. Рабочая правда может по праву гордиться проделанной работой. Все акции, которые состоялись в рамках проекта «Мы за здоровый образ жизни», прошли с максимальной отдачей и участников, и организаторов. На самом деле, да, очень приятно, что в нашем городе есть столько замечательных, активных людей. К нашему проекту присоединилось уже более 400 участников. Это очень, я считаю, достаточно высокая цифра. И мы все за здоровый образ жизни. Ольга Демьянец, Сергей Чижов. Новости нашего города.